В эфире игра «Ума. Палата». Игра, из которой можно уйти с ощущением, что вы не только умный, но и богатый человек. Однако правила нашей игры весьма коварны. Думать и отвечать нужно очень быстро. Тот, кто сможет дать 20 верных ответов, будет приглашен мною в финальную игру за денежный приз в 100 тысяч рублей. Ну а сегодня очередные отборочные состязания. Представляю вам игроков, которые не побоялись прийти в нашу студию. Они азартны, смелы и, возможно, безрассудны. Но, быть может, именно эти качества позволят им выиграть в нашей игре сегодня. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Евгений, учитель английского языка, школа номер 30. Ирина Грядинская, учитель истории, школа номер 30. Ирина, позвольте начать общение сегодня именно с вас. Попадали ли вы когда-нибудь в авантюрные ситуации? Ну, наверное. Что это были за ситуации и каким образом вы себя проявили в них? Вот такой вопрос я сейчас не могу прямо сейчас вспомнить. А как вы считаете, наша игра – это авантюра? Это авантюра, да. Это авантюра большая. Почему? Ну, потому что неизвестно, какие вопросы будут и как будем отвечать. Как вы оцените свой уровень знаний? Посмотрим. Евгений, вы – учитель. Да. Работа учителем – это стрессовая работа? Для неподготовленного морально человека и профессионально, я думаю, да, это стресс. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями в жизни? Ну, не знаю, наверное, как любой другой человек. Подумать, уединиться, глубокий вздох, холодный разум. Наверное, так? Ну что же, будем считать, что и в нашей игре вы тоже сможете найти секреты борьбы со стрессом. А стресса будет действительно место в нашей игре. Я рад, что вы настроены по-боевому. У вас сегодня есть реальный шанс заработать 100 тысяч рублей в нашей игре. В игре, в которой будет три раунда. Но прежде всего – жеребьевка. Рядом с вами находится черный ящик, в котором два шара – красного и синего цветов. Именно они определят очередность ваших ответов. Тот, кто вытянет цвет красный, будет отвечать первым. Приступайте. Ирина. Одновременно. А тут шарики? Что тут? Евгений, вы получили преимущество первого ответа. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в третий раунд. В третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество ответов по результатам первых двух раундов. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Вы будете отвечать по очереди на мои вопросы. Начинает Евгений. Итак, первый раунд. Евгений, пьеса какого автора или глобостного фильма? Иван Васильевич меняет профессию. Пас. Булгаков. Ирина, какая часть клетки отвечает за производство энергии? Пас. Метахондрия. Евгений, среди зеленой якутской тайги царствуют пески, настоящие якутские пустыни. Как называют такие пески? Тайга. Тукуланы. Ирина, какое направление искусства характеризуется использованием случайных и непредсказуемых методов создания произведений? Абстракционизм. Дадаизм. Евгений, какое известное литературное произведение редактировалось и переписывалось от руки в восемь раз? Пас. Война и мир. Ирина, обесценивание денег из-за роста цен на товары и услуги. О чем речь? Инфляция. Совершенно верно. Евгений, кто был первым президентом Российской Федерации? Борис Ельцин. Верно. Ирина, как называется зимний вид спорта с вашими швабрами? Пас. Керлинг. Евгений, кто написал повесть «Портрет Дарьяна Грея»? Артур. Оскар Уальд. Ирина, какая страна является самой крупной по территории? Российской Федерации. Совершенно верно. Евгений, какой философ предложил теорию социального контракта? Пас. Жан-Жак Руссо. Ирина, какой персонаж постоянно спрашивал у всех, посещали ли они острова Французской Полинезии? Ой, пас. Попугай Кеша. Евгений, кто разработал уравнение, связывающее импульс и длину волны? Эйнштейн. Бройль. Ирина, в ходе какой серии войн европейские христиане вторглись на Ближний Восток, чтобы захватить Святую Землю? Крестовые походы. Верно. Евгений, какое государство по площади территории занимает второе место после России? Китай. Канада. Ирина, в каком селе прошли детские годы Михаила Лермонтова? Тарханы. Верно. Евгений, как в теннисе и волейболе называется подача на вылет? Мяч. Эйс. Ирина, как называется единица оптической силой линзы? Люмин. Диоптер. Евгений, как называли военную знать в Японии? Самурай. Верно. Ирина. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Ирина, каковы ваши ощущения от игры? Как вы считаете, справились ли вы? Ну, частично, да. Чем вы это связываете? Ну, потому что я немножко правильные ответы давала. Евгений, были ли вопросы, которые вас мутили? Да, безусловно. Какие это вопросы? Связаны были они, кажется, с историей, если я правильно помню. С историей? Но при этом вы не смогли ответить ни на вопрос о Булгакове, ни о Толстом, ни об Оскаре Уальде. Да. Вы не читаете книги? Да, есть грех. Понятно. А теперь статистика нашей игры. В течение первого раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Ирина дала 4 верных ответа, Евгений только 2. Ирина, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход во втором раунде происходит после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы будете всегда отвечать правильно, вы не предоставите своему сопернику ни единого шанса ответить ни на один вопрос. Коллеги и друзья в работе, но непримиримые соперники в нашей игре продолжают состязание за денежный приз в 100 тысяч рублей. Ирина, что такое гипербола? Ну, фигура геометрическая. Нет, неверно. Проявление для выразительности. Евгений, какой самый большой и глубокий океан в мире? Тихий. Верно. Кого называют первым композитором Якутии? Вас. Жирков. Ирина, сколько пятниц, согласно русской поговорке, бывает на неделе? Семь. Верно. Как называется линия, у которой нет концов? Луч. Верно. Как фамилия Джульетты в песне Шекспира, Ромео Джульетта? Капулетти. Верно. Назовите город-столицу Республики Беларусь. Минск. Верно. Кто написал картину Ирисы? Ван Гог. Верно. Каким словом называли в древние времена водяные часы? Пас. Клепсидра. Евгений, в каком месте располагался пульт управления Карлсона? На пузе. Верно. Продолжите фразу моего года, моего. Богатства. Верно. Как называется специального футболиста? Бутцы. Верно. Название какого химического элемента в переводе с немецкого означает «волчья пена»? Пас. Вольфрам. Ирина, сколько получится, если из чертовой дюжины вычесть дюжину обыкновенную? Ой, пас. Один. Евгений, сколько строк в Бородинской строфе? Пятнадцать. Семь. Ирина, назовите сериал с ним по мотивам цикла романов Джорджа Мартина, «Песень, льда и пламени». Игра престолов. Верно. С какого века на свадьбах звучит марш Мельдельсона? Девятнадцатого. Верно. Кратеры какой планеты называют именами художников, композиторов и поэтов? Луны. Меркурий. Евгений, в какой стране жил писатель Льюис Кэрролл, который придумал чеширского кота? Шотландия. Великобритания. Ирина, назовите столицу Венесуалы. Каракас. Верно. Поставьте ударение в этом слове. Отрочество. Верно. Какое животное представляет собой главный герой мультфильма Гарфилд? Кот. Верно. В списке действующих лиц какой пьесы Гоголей есть Добчинский и Бобчинский? Мертвый душ. Ревизор. Евгений, итальянцы называют это государством Монтенегро. Как называем его мы? Черногория. Верно. Благодаря какому острову родилась пословица Россия, родина слунов? Русскому. Время вышло. Правильный ответ. Соловка. Второй раунд завершен. А теперь факты. Во втором раунде было задано 25 вопросов. При этом Ирина дала 10 верных ответов, а Евгений только 5. Это означает, что именно Ирина проходит финал игры «Ума Палата». Как вы объясните своим близким проигрыш в этой игре? Объясню тем, что это просто веселый опыт. Верный настрой, и нам очень он нравится. Но, к сожалению, вы покидаете нашу игру. Спасибо за участие. Ирина, обычно вопросы задаете вы. Но в нашей игре мы играем по нашим правилам, вопросы здесь задаю я. Скажите, пожалуйста, как вы учились в школе? Хорошо. По всем предметам? Ну, по гуманитарным, естественным, хорошо, по математике не очень. А скажите, пожалуйста, какой предмет больше всего любили в школе, помимо истории, очевидно? Русский язык и литературу. Какие были там оценки? Пять. То есть сейчас, в финальном раунде, вы боитесь вопросов, связанных с точными науками? Ну, да. Это для меня такая не особо привлекательная область науки. Ну, хорошо. Будем надеяться, что их будет как можно меньше. Хорошо. Ирина, ровно одну минуту я буду задавать вам вопросы. Вы на них отвечаете максимально быстро. Если вы доведете счет верных ответов до 20, по итогам всех раундов, у вас появится уникальный шанс выиграть наш главный приз – 100 тысяч рублей. Ирина Сергея, это блюдеску мыса, летнее жилище Якутов или канавязный столб? Канавязный столб. Верно, что оставляют в залог, беря деньги в долг индейца североамериканского племени Квакиутл. Шкуры может живут. Своё имя. Один известный писатель рассказывал, что списал образ старушки вреден из Коко Шанель. На голове у нее всегда была шляпка со складной тулей, благодаря которой она и получила свое прозвище. Дальше. Шапокляк. Откуда пошло выражение «деньги не пахнут»? Римская империя, туалеты, платы. Верно. Когда европейцы впервые увидели это животное, они назвали его верблюдопардом. Назовите животное. Может, кенгуру? Жираф. Химики утверждают, что секрет ее прочности в том, что блоки скреплялись специальным раствором на основе риса. Назовите ее. Пас. Великая китайская сена. Какой части света больше всего государств? Евразии. Африки сколько километров в одной миле? Пас. Одна шестая километра. На какой вопрос не мог получить ответ Гамлет? Быть или не быть? К сожалению, время вышло. Ирина, игра состоялась. Все прошло. Вы с этим справились. Насколько успешно? Мы узнаем прямо сейчас. Как вы сами оцените свою игру? И сколько бы вы поставили, будучи учителем самой себе? Ой, ну, сегодняшнюю игру, может, на четыре с минусом. Как ваши ощущения после игры? Ведь все осталось уже позади. Ну, могла бы ответить и лучше. Такие ощущения. То есть были вопросы, на которые вы знали ответы? Очень интересная, хорошая игра, да. Были вопросы, на которые вы знали ответы? Да, ну, знала, но не успела как-то вникнуть и ответить быстро. Угу. Понятно. Ну что же, давайте все-таки подведем итоги и узнаем наш результат. Итак, за время третьего раунда я задал вам восемь вопросов. Из них вы дали только два верных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли набрать нужное количество верных ответов, поэтому покидайте нашу игру. Можете сказать что-нибудь на прощание? Спасибо за игру. Спасибо и вам. До свидания. Это игра «Ума-палата». Игра, в которой можно выиграть 100 тысяч рублей. Однако сегодня деньги снова остались у меня. Может быть, следующим игрокам повезет больше? Сегодня в нашей студии игроки в квиз. И они играют в паре. У них тоже есть возможность выиграть, если не миллион, то по крайней мере 100 тысяч рублей. И без знаний фондового рынка. Давайте знакомиться. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Гаврил Чемаханов. Здравствуйте, меня зовут Мазанова Галина. И мы команда КОБА. Здравствуйте, меня зовут Белоус Галина. Здравствуйте, меня зовут Георгий Глебов. И мы команда ДРИМ. Решили ли вы на что потратите 100 тысяч рублей? Честно говоря, нет еще. Так оцениваете свой шанс? Видимо, не очень, раз уже не поделили деньги. На все 100 с половинкой. Прекрасно. Команда КОБА. Скажите, пожалуйста, вы страстные игроки? Обычно да, эмоциональные. Ну азарт присущ каждому человеку. Насчет какого-то интеллектуального именно такого, не знаю, посмотрим. Игра покажет? Да. Хорошо. В квиз-играх вы обычно используете знания со школьных времен? И как вы учились в школе? Со школьных времен, естественно, используем. Там у нас есть даже обычно школьный тур, да, общие какие-то вопросы. В школе учились. Хорошо. Я хорошо. Играя в квизы, всегда пригождается именно школьная программа в различных конкурсах. В принципе, мы подчерпываем именно из школьной программы те необходимые информации. Хорошо, проверим это в нашей игре. Игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, ответив верно на 20 вопросов во всех трех раундах. Ну, а пока что жеребьевка. Рядом с вами находится черный ящик, в котором, в свою очередь, находятся два шара. Красного и синего цветов. Именно они в игре «Ума палата» определяют очередность ваших ходов. Вам нужно одновременно вытянуть по одному шару. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым. Приступайте. Какой-нибудь. Ой, а где там шар? Ну, все. Обратно. Команда Коба. Шар красного цвета у вас. Видимо, удача пока что на вашей стороне. Вы возвращаете шары на место, и мы начинаем первый раунд. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в третий раунд. В третий раунд выходит команда, набравшая наибольшее количество верных ответов по результатам второго раунда. Проигравшая команда покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно две минуты. Вы будете отвечать по очереди на мои вопросы. Первая начинает команда Коба. Коба, где находится резиденция рейтинского папы? Рим. Ватикан. Дрим. Метательное орудие австралийских аборигенов? Бумеранг. Верно. Коба, назовите районный центр Аймеконского улуса. Аймекон. Усера. Дрим. Кодовое слово, по которому открывались двери в одной из подземных сокровищниц. Сим-сим. Сезам. Коба, подозрительная серая личность, пробегающая рысцом мимо елочки. Волк. Верно. Дрим, похищенная зевсом девушкой, именем которой названа часть света. Пас. Правильный ответ. Европа. Коба, самое крупное наземное животное. Кит. Слон. Дрим, учение о предсказании будущего по расположению звезд. Астрономия. Коба, в Индии одна общественная организация выпасала в анкноту номиналом 0 рупий, который визуально почти не отличается от купюр в 50 рупий. Купить еду или другие товары за нее не получится. Зато можно с чистой совестью расплатиться с кем. С коррупционером. Дрим. Имя легендарного короля Англии, героя рыцарских романов. Король Ричард. Львиное сердце. Артур. Коба. Что делает каждый год 31 декабря? Герой известного фильма, который показывает по телевизору. Ходит в баню. Ходит в баню. Верно. Дрим. Вооруженные силы государства. Армия. Армия. Верно. Коба. Промысловая рыба, погибающая после их крометания. Семга. Кита. Дрим. Кто является экипажем машины боевой, согласно известной песне? Экипаж машины боевой Т-34. Три танки из 100. Коба. Что происходит со службой в то время, когда солдат спит? Идет. Идет. Верно. Дрим. Где живет Дед Мороз? В Великом Устюге. Верно. Коба. Назовите фильм, где девочка не смогла вылезти из колодца, но вылезла с телевизора. Проклятие. Звонок. Дрим. Эта зелья появилась в 19 веке и рекомендовалась врачами для похудения, поскольку, потому что занятие спортом в нем способствовали потоотделению. Корсет. Свитер. Коба может ли умножение? При умножении получается ноль. Да. Да. Верно. Дрим. Чему равна четверть часа? 15 минут. Верно. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 20 вопросов. При этом команда Коба дала 4 верных ответа, а команда Дрим 5. Команда Коба, как ощущения от игры? Отлично, но просто очень быстро все, да? Да, мы не успели в темп войти как-то. Почему участники, опытные участники квиз-игр дали такое малое количество ответов? Это загадка, вы знаете, я думаю, мы поймем это только после того, как выйдем с эфира. После просмотра. Да, после просмотра проведем анализ. Наверное, волнение еще и как-то сказывается все-таки. Команда Дрим, вы недалеко ушли, вы дали на один вопрос больше. С чем связываете свой сомнительный, но успех? Ну, мы еще пока не адаптировались и находимся в зоне дискомфорта, скажем так, поэтому. Вот давайте заметим, что это все-таки успех, хоть и сомнительный. Прекрасный ответ, мы уважаем чувство юмора. Итак, переломный момент. Команда Дрим, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд, который длится также две минуты. Переход хода в этом раунде осуществляется по первой ошибке. Это означает, что если вы будете давать бесконечное количество правильных ответов, вы не предоставите своим соперникам ни единого шанса для ответа хотя бы на один вопрос. Дрим, разговорное обозначение миллиона денежных единиц. Лимон. Верно. Где находится Аравийская пустыня? В Саудовской Аравии. В Африке. Телега, которая в басне Крылова осталась на месте. Коба. Лебедь, рак и щука. Воз. Дрим. Фиговое дерево. Какое? Класс. Инжир, Коба. Сколько часов поясов в Якутии? Четыре. Три. Дрим. Этот роман второй половины 19 века появился на свет, потому что автор остро нуждался в деньгах. В итоге роман был готов меньше, чем за месяц. Как называется этот роман? Это Достоевский. Роман. Идиот. Вы не знаете, игрок. Но это был Достоевский. Коба. У кого из живых существ самая высокая температура тела? Крокодил. У воробья. Дрим. Часть зарплаты выдана вперед. Аванс. Верно. Музыкальный ансамбль из пятиденца. Исполнители. Квинтет. Верно. Авторское свидетельство. Патент. Верно. Современный сэр космонавт перед стартом смотрит этот фильм. Такова традиция, примета благополучного возвращения. Белое солнце в пустыне. Верно. Сведомный герой русской сказки. Колобок. Верно. В шахматах такое положение короля, при котором ему нет защиты. Шах. Мат. Коба. Какая рыба вьет гнездо? Вьюн. Колюшка. Дрим. В каком море ловят рыбу жители трех частей света? Средиземном. Верно. Как называется прибор для измерения градусов? Углов. Транспортир. Верно. Какой зверек спит всю зиму вниз головой? Этот летучий мышь. Верно. Советский Союз занимал второе место в мире в производстве этого. Уступали лишь Японию. Заводы в Минске, Ижевске, Ковровике. Вы выпускали их в год более полутора миллиона. Причем самого развитого класса. Самого разного класса. О чем речь? Вы не знаете. Коба. Какая сумма углов треугольника? А я могу... Мы можем ответить? Нет, конечно. Вышло, вышло время. Все. Второй раунд завершен. Теперь факты. Во втором раунде было задано 19 вопросов. Коба дала 0 верных ответов. Команда Дрим 9. Команда Коба. Прежде всего, мне хотелось бы поговорить с вами. Скажите, пожалуйста, почему так долго думали и почему так мало правильных ответов? Точнее, их нет. Скорее всего, это связано с тем, что мы привыкли, что в квизе мы в команде советуемся. Думаем перед ответом. У нас есть временное размышление. То есть вы не смогли быстро перестроиться по другим условиям? Да. Формат игры нам, видимо, не подходит. Мы больше размышляем. Да, принято говорить, что одна голова хорошо. А две еще лучше, но, видимо, не в вашем случае. В любом случае, игра для вас завершена. Спасибо. До свидания. До свидания. Команда Дрим. Ровно одну минуту я буду задавать вам вопросы. Вы отвечать. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по итогам всех раундов, вы сможете побороться за главный денежный приз в 100 тысяч. Финальные игры состоятся в конце телесезона. Ну, а для того, чтобы вас простимулировать, мотивировать каким-то образом, я обозначу, что на данный момент вы заработали уже 14 правильных ответов. Дрим, на каком материке нет рек? Антаркида. Верно. Как называется фильм, где герои предложили на выбор две таблетки? Матрица. Верно. Русский писатель, автор рассказа «Белый пудель»? Тройпольский. Куприн. Часть одежды, куда кладут деньги? Карман. Верно. В какое море не впадает ни единой, ни одной реки? Мертвая. Красное море. Какая птица выводит птенцов даже зимой? Пас. Клёст. Бежало трое лошадей, каждая лошадь пробежала 5 километров. Сколько километров проехал ямщик? 5 километров. Верно. Какой самый мелкий океан? Мелкий. Индийский. Северный ледовитый. Единица массовых драгоценных камней? Карат. Верно. Документ для голосования с фамилиями кандидатов? Бюллетень. Верно. Какое отчество было у Федоры, сказки Чуковского, Федорина горя? Пас. Егоровна, по строгим правилам виноделия, бочки могут использоваться только 4 раза. Но дубовые бочки не дешевы. Как же их использовать в дальнейшем? Пробки. Для приготовления более крепких напитков человек живущий. Минута прошла. Игроки, как ваши ощущения? Как вы думаете, смогли ли вы набрать нужное количество верных ответов? Ну, я думаю, что мы не теряем оптимизм. Скорее всего, да, но это не точно. Чего достижения в этом случае, если вы выиграли? И кто виноват, если вы проиграли? Ну, виноват я, естественно. Оба виноваты, и обоих общие достижения, если выиграли. Виноват я, а достижения общие, если что. Рабочая схема, нормально все, дальше ем. Итак, за время игры я задал вам 12 вопросов. Вы дали мне 7 верных ответов. Да! Это означает, что в последнем решающем раунде вы смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20. Поэтому я жду вас в финале, о котором мы оповестим вас дополнительно. Видимо, уже пора предварительно размышлять о том, куда вы потратите 100 тысяч. Ну, а на сегодня все. До свидания. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили. Было очень интересно. Классно. Это игра ума-палата. Может быть, наши следующие игроки также не упустят своего шанса. Увидимся через неделю. Продолжение следует...